Валентина Чусовская Театральный критик, кандидат философских наук, доцент. Круг научных интересов, философия искусства, теория художественной формы, культурная форма классических театров. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Аюнского. Валентин Александров, за все эти годы вашего служения Саха-театра, театра Ланхом, так много обговорено, так много продумано, что оказалось очень трудно выявить главную тему нашего разговора. Но главная тема разговора все-таки есть. Это, конечно же, театр Ланхом. Первые книги, которые вы написали, там, встречи, расставания по поводу наших импрессий, назовем так, сотниковым, наших бесед, размышлений. И вторая книга, Путь театра Ланхом, где вы очень логично выявили это движение в сторону театра Ланхом, моей творческой судьбе. Ну и последняя книга, которая звучит, наверное, для культурологов, для театроведов, для искусствоведов очень амбициозно. Якутский театр Ланхом, классический театр народа Саха. Почему вы все-таки претендуете в своих научных изысканиях на такое громкое, на такое, ну, как бы, определение пути театра Ланхом? А как же его еще можно охарактеризовать, театр Ланхом? Когда я получила приглашение ваше сюда, подумала, кто лучше, чем создатель этого театра, понимает его природу. Как же мы будем разговаривать, если человек, который все это создал, все это лучше других знает, будет у меня про это спрашивать? Это меня поставило на некоторое время в тупик. Но потом я подумала, что очень интересно, что вы практик, а я теоретик. Это почти 40 лет с 1982 года, с «Желанного берега». Все, что я увидела в театре, все, о чем мы переговорили, все, что вы мне объяснили, все, что я вычитала в других источниках и совершенно по каким-то блуждала путям поиска методологии научного анализа театральной формы, потому что я не находила ее в советском театроведении, все это собиралось, собиралось и сконцентрировалось в одно такое открытие, которое мы с вами совершили в 2000 году, как мне кажется. Как раз накануне выхода спектакля «Квист де Белле», буквально перед премьерой, размышляя по поводу идей, концепций, которые лежат в художественных акциях, по поводу спектакля, который сейчас выйдет, по поводу какой-то общей атмосферы чего-то нового, витающего в воздухе, мы стали говорить о том, что как это называется, это не народный, это не национальный, и вдруг я говорю, не отдавая что-то классический театр народа Саха, и Андрей Савич говорит «Точно!». А все-таки классика подразумевается, все-таки понимает под классикой что-то другое. Чаще всего классическими называют произведения, пережившие какое-то время, скажем, золотой век, XIX век русской литературы. Понятно, классика, да? Толстой, Тургенев, Чехов, классическая драматургия, Станиславский, классический русский, ну вот, это уже не классический русский театр. Но есть еще классицизм от этого корня, когда это произведение, скажем, XVII века, когда возобновляются идеалы античной классики. И вот здесь мы приходим к изначальному пониманию. Классика, древняя, античная классика – это образцовый театр народа. Это не театр народный, в котором играют любители, а это театр, в котором форма выпистована всей культурой народа, включая и драматургию. И вот в театре Аланхо мы встречаем не просто собрание людей, которые умеют петь, любят Аланхо и излагают по ролям или хорам, или индивидуально. Это все с помощью таюка, главного действительно выразительного средства. А мы видим театр, в котором драматургия извлечена из Аланхо, то есть в основе ее лежит главный миф, вокруг которого создается история в каждом Аланхо. Мы видим совокупность выразительных средств, которые отшлифованы годами. И то, что прекрасно у вас изложены в эстетике театра Аланхо, в разделе о календарном празднике Абусехи. Эха – баритабар. Все есть, все сходится, все времена, все знаки этнические – это пение, танец, там и кузнечное дело, там и, если взглянуть, то и ремесла, и песнопения – все в содружестве, в конгломерате, в каком-то едином, где невозможно, казалось бы, отделить производство от искусства. И в то же время вот эти годы, десятилетия, столетия, а может быть и больше, отшлифовывается общение человека Севера, человека Якутии, человека этого ландшафта с богами, с космосом, то есть с миром. И вот когда мы берем и открываем историю театров мира и вчитываемся в классический театр Японии, Индии, Китая, Таиланда, любой страны, когда мы вчитываем, Монголии, кстати сказать, очень интересны, близко к нам и в то же время совершенно не похожи, мы видим абсолютно не похожие на театр Аланхо, даже между собой никак не похожие, но объединенные все вот этим одним главным. Главная мысль – это человек и бог, да? Человек и его духовная сущность, которая выражена в своеобразном лике, в своеобразном костюме, в своеобразном пении, в жесте. И все это создает неповторимый лик культуры народа. То есть классика, классическое произведение и классический театр – это, в принципе, разные понятия, разные вещи. Хотя они близки всем, что это образцовый такой. В культуре республик Сахам странным образом появляется классический театр, который должен был появиться, как у многих народов, несколько веков, а может быть, тысячелетия тому назад. Почему такое происходит? Отвечаю на этот вопрос. Если мы пойдем в другую сторону хронологически, не из Индии, где две с половиной тысячи лет назад появился классический театр, а скажем, от Монголии, в которой театр Донзан-Равжа появился в XIX веке по имени самого создателя. Но он утрачен. Я боюсь этого слова, боюсь сказать, что утрачен. Он в недрах, конечно, есть, но в советское время от него не осталось практически ничего. И только те какие-то народные формы. Ведь он взял из священнослужения танцевального ЦАМа, он сделал музыкальный, вокальный театр, вокально-литературный, что ли, поэтический, кочевой, кстати. Классический театр, если проследить по этим странам, появляется в переломную эпоху появления нового мировоззрения. И является драматургия, вот как у нас явилась драматургия в творчестве Платона Аюнского, Нюргон Баттер стремительный. Красный шаман, Туяр Мако. Красный шаман, Туяр Мако. И самое главное, Нюргон Баттер. Да, он может смотреться, восприниматься как героический эпос. Но это же эпос. Нет, эпос – это устная форма. Но тогда это как бы литература на основе эпоса. Литературная запись. Как выяснились, учёные якутские наши лингвисты, эпосоведы, литературоведы, выяснили, что с таким сюжетом Алан Хо нет в эпосе. В эпосе существует другой сюжет Нюргона Баттера стремительного. Правильно? Ну, он сказал, из 33 эпосов создан его эпос. В 30 Алан Хо, да. Да, он говорит о том, что это литературное произведение родилось из эпической формы. Во-первых, сама форма. Во-вторых, мировоззрение. Вот эта натурфилософия, которая лежит в основе. И главное, это выстроено в качестве собрания песен религиозного содержания. Там даны образцы всех обрядов, которые существуют до сих пор у народа саха. Там есть тексты молений, и там есть выходы из текста, так называемого эпического текста, из драматургического, я бы сказала, в лирические отступления, где слышен голос автора. Алгысы. Огромное количество алгысов. Алгысы, собственно, состоит из монологов и диалогов, как должна состоять драма. Алгысы, обращение, значит, как правило, обращаются небожители и люди пантеона, богов или человек среднего мира обращаются к высшим силам. Это происходит в форме таюка, как, в общем, по наблюдениям. Ну, это очевидно. Когда я впервые написала религиозная драма, Нюргунбатур. Да, Нюргунбатур стремительный. Мне задали вопрос, это что за пьеса такая? Это неполный том. 40 тысяч строк. 40 тысяч строк, это не за пьеса. И буквально, я совсем недавно, ведь, по сути дела, это было, когда к Утиятам приезжал индийский классический театр, когда Лидова Наталья Ростиславовна привозила сюда труппу индийского классического театра, редкого даже в Индии, то выяснилось, что их пьеса читается 48 дней в течение праздника, днём и ночью. То есть это форма религиозного богослужения в форме вот этого поэтического, в жанре, скажем, такого поэтического молитвословия и разыгрывания драмы. И любую классическую драму вы поднимаете и видите там, что это не пьеса в трёх актах и так далее. Хотя вот китайцы делают интересно. У них сначала пять актов, а потом эти пять могут в 25 разойтись, потому что каждый имеет выход на расширение, на расширение, на расширение. То есть они могут свернуть её. Вы говорите о том, что всё-таки это религиозная драма. Обязательно. Вот, да. И я думаю, что как раз ведь все лонхо, которые, вот даже если вы сейчас возьмёте из поставленных эпических произведений, которые выданы в форме пространственно-временного искусства, сценической форме, вы уже увидите, что там преобладает идея всё-таки религиозная. Это невозможно играть человеку, который пренебрегает всеми его верованиями, традициями, религиозными установлениями своего народа. Это неинтересно никому. А вот человеку, который хочет понять суть этой жизни и удивляется тому, что наши древние предки говорили о времени и о пространстве то, что сейчас мы находим у Хайдегера. Это же поразительно. Это надо понять, какими мыслями, каким мировидением обладал древний человек. В данном случае человек Саха. И если в нашем регионе, в нашей республике сохранились эти перлы, то ли в силу его отдалённости, то ли в силу того, что народ настолько адаптирован был к тяжёлым условиям, что даже антирелигиозное, атеистическое время советское породило массу таюков на тему «Слава Москве!» «Да здравствует партия!» и так далее. Казалось бы, мы ушли от какой-то сути, от какого-то зерна, но сохранилась эта затаённая вера в какую-то высшую силу, которая слышит этот таюк. Как говорил Гумилёв, с высоты птичьего полёта, ещё можно посмотреть с высоты горы и с норы Суслика, то всё-таки театр Алан-Хо – это явление какого масштаба? Мирового, безусловно. А почему? Просто оно находится в становлении, как всё. И вот эти годы показали, что это не мираж, который тогда, может быть, возник у нас в 2000 году. Это не мираж. Годы, вот уже после 2000 года, 19, 20 или два десятка лет, он развивается. Почему мирового масштаба? Потому что любой эпос, в недрах которого лежит вот этот традиционный театр, это культурное разнообразие планеты. Это мировой масштаб. Возьмите любой классический театр. Он в мире один. Мировой масштаб не по качеству, не по художественному уровню, а как явление. Да, да, да. Как явление. Потому что, может быть, уровень не такой уж высокий. И даже я видел театр Кабуки, театр Но, в которых не такие уж спектакли такие высокого уровня, но как явление, как отдельный стиль, как философия, как даже религиозное такое. Как картина мира. Поскольку мы здесь сидим в театре имени Платона Юнского, так, и те алгысы, которые, про которые вы говорите, его эпосы Нюргунбат стремительный, сформулированы, как раз памятник-то все это на железе написано. И дети маленькие, с бабушками, с дедушками, часто читают, я заметил. Даже в зимнюю пургу стоят и читают эти алгысы. Но самое интересное, сейчас вот в углу сидит, и Платон Аюнский смотрит на нас с вами удивленно, а может быть даже радостно. Поскольку для меня Платон Аюнский, это и есть предтеча театра Ланхо. Это он, он со своей, как бы, философией, своим творчеством. Ну и завещал, конечно, Платон Аюнский как бы три вещи главных. Это это язык, ну и потом, значит, Аланхо. И недавно я выясняю, что оказывается, он в своем труде якутский язык и пути его развития он написал о вере, о том, что Саха это носитель Бога. Но вы говорите о религиозном театре, вы имеете в виду, какую религию? А когда читаешь о японском театре, но, именно но, не кабуки, а но, то первое, что мне запомнилось очень сильно и почему заставило сравнивать по каким-то вот таким неочевидным, но очень ясным путям совершенно разные театры, Япония, находящаяся очень долгое время под китайским влиянием, в эпоху Нара сформировала свой эпос, в который заложила свои представления о небе, о человеке, о природе и так далее, то есть религиозной, и она держала это. Конечно, там в основе театра лежит много моментов, но один из главных моментов – это ритуальное повторение из раза в раз японского своего традиционного мировоззрения в борьбе с иностранным. То есть возникает тогда классический театр, это потом уже показывают и театры других народов, когда возникает потребность у народа, возникает потребность закрепить определенные представления о мире, определенные ценности, чтобы они не ассимилировали, не размылись под влиянием так называемых донорских культур. И вот те народы, заметьте, которые имеют классический театр, подвергаясь сильнейшей американизации, европеизации, они все равно сохранили свой лик. И то же самое происходит и в Монголии. Когда приходит буддизм, то буддистские представления должны закрепиться. Когда, значит, приходит православие в азиатские страны, то тогда... Вот тингрианство я сейчас не буду трогать, я его не изучала хорошо, но вот эта устремленность якутского язычества к монотеизму, к Богу Единому. Как раз-таки в эпоху, когда осознаётся большая, огромная сила православия, культурного преобразования, профессионализации, искусства и так далее. И уже приходит советское время, и тогда Платон Алексеевич Аюнский, уходя, делает главный труд своей жизни, отстранясь от всего, пишет то, то, что мы расшифровываем с вами, и то, что породило. Вот я думаю, если бы он не записал, вот те списки, которые хранились в отделе редких книг библиотеки, были бы они востребованы. Стали бы люди восстанавливать в памяти произведения, утраченные, к сожалению, произведения Алан-Хасутов знаменитых и так далее. Это ведь вопрос, когда Платон Аюнский сделал не просто вот это, а создал институт языка и литературы, ещё и написал первое исследование научное по этому поводу, и оставил этот ключ народу Саха, то вот то, что были люди, услышавшие Платона Аюнского. Как будто смотрит на меня и говорит, а где храм? Где храм, говорит так, да? То есть, если Саха-театр возник в православном храме, и крас шаман же прямо на алтаре вот как бы, значит, Билл Бувин, так, да? Платона Аюнского. То, когда вы говорите о том, что Нюргун Баатов стремительно это написано по законам, по всем канонам религиозной драмы, то получается, что он это знал, понимал, или же это так получилось? Это знал. Туяра Макова 25-26 год, да? Ну, где-то так. Где-то так. И вот, почему я эту дату? Когда я читала Конрада очерки о литературе и театре, о литературе в образцах, значит, и вот там как раз вот этот раздел о Кадзике, о устном порчестве, о том, что театр религиозный, религиозная драматургия классическая, японская, рождается вот из этого желания закрепить религию, установить все, сохранить все языческие взгляды, я думаю, как же похоже на то, что в 26-м году, когда вышла книга Конрада впервые у нас в Институте Востока, Аюнский ее не просто знал, он ее изучал, он ее читал, и я даже думаю, что для тех недалеких людей, которые улавливали его интерес к японской культуре, они и могли сочинить этот миф о его там про японской ориентации, шпионах, нет, он изучал историю Востока, потому что это отразилось в его творчестве не как подражание, ни в коем случае, а как вот этот преображенный метод, метод познания. Когда я прочел у Аюнского фразу, фразу в одном из статей религия как возник религии, он говорит так, Волонхо евреев Иисус Христос говорит, он не говорит Библии или в Старом Ветхом Завете, то есть Новом Завете, он говорит, Волонхо евреев Иисус Христос сказал то. То есть он таким образом отсылает нас, может быть, будущее поколение, может, ну как, эзоп и вязык, тогда трудно было, он отсылает туда. Получается, что ваша гипотеза, назовем гипотеза, о том, что Нюргун Батев стремительный, написан по законам классических, театральных законам, религиозной драмы. Так вы считаете? Да. А где храм? Вот Андрей Савич сам говорил, что он работает все время в храме, да? Да. Первый, сначала, даже с детства в Булганехтате, да? Да. Церковь и театр. Здесь в старом Саха-театре на Каландрашвиле собор тоже, да? Кафедральный собор. И когда вы перешли вот в это здание, Андрей Савич говорил, вот антенна, это тоже своеобразный купол, это современный собор. И вот этот переходный собор, да, этот храм переходный, мне кажется, как раз здесь вот эта ветвь театра Алан-Хо и родилась. Просто я увидела, как желанный голубой берег мой есть не просто предтеча, это первый спектакль театра Алан-Хо, но без Таюка. Все, это первый спектакль театра Алан-Хо, потому он так долго и живет, это спектакль-ритуал. Мне кажется, религиозный театр, построенный на мифологической драматургии и в средствах выражения, вот это речевые потоки огромные, это те же Таюки ведь, такие тексты, вот инсценировка ваша написанная, как Стасимы и Писодии, это же классический театр. вот здесь это родилось и сейчас, конечно, оно сформировалось и театр Алан-Хо, храм внутри себя имеют, но если он будет только внутри человека, то театр может, конечно, рассеяться. Вот. Все-таки место поклонения должно быть, место собора. сейчас очень такой сложный, а возможно и опасный вопрос стали. Принято решение главой республики о строительстве эпического арктического центра эпоса и искусств. И там будет театр Алан-Хо, Саха-театр и филармония. Вам не кажется, что театр Алан-Хо одной линии театра Саха, драматического театра? Не получается ли, что по зданию театра Алан-Хо уводит из Саха-академического театра его основную какую-то суть? Зерно. Начиная от желанного берега, и проследить лироэпический театр, то это сердцевина как бы раздваивается. Есть такое понятие деривация, да? Она раздваивается. Потому что вот та часть, которая идёт к ритуальному религиозному театру, она никогда не будет повторять никакой другой театр. Классический театр живёт по другим законам. Он не может быть репертуарным. Он не может ставить классику любую, какую хочешь. Сначала было такое увлечение и ставили, и античную, и так далее. Казалось, это хорошо. Но всё-таки, мне кажется, это же богослужение. Драматический театр – это светское заведение. Это всё-таки, но я не к тому, что в театр Ланхо нужно обязательно приходить, теперь вот как ходят в храм, зажигая свечи, покрывая голову платком и так далее. Нет, это другого рода. Это когда человек приходит, ну вот как мистерии на площади были, да, во славу Христа средневековые, вот тоже, ярмарка, народ и так далее, но это была религиозная история, которая учит меня, как жить, как относиться человек к человеку, к природе, к Богу, к земле и так далее. Вот, это же главное. И вот я думаю, что светское учреждение Саха-театр, оно сохраняет зерно Желанного берега как театра сокровенных идей для народа. Мне кажется, все лироэпические спектакли, которые мы там, Желанный берег, Канедуй Халерха, Мноя оставленные песни, Драгунов, Дитя человеческое, Куданца Великий, Киздабили, все. Вот религиозная и такая каноническая, вечная, образцовая часть, именно связанная с культурой Саха, уходит в театр Ланхо, религиозная. А, значит, драматургия современная, открытость к драматургиям мира, якутского театра, кстати сказать, вот это же тоже с самого начала истории прослеживается, и особенно ваш период, театр Борисова-Сотникова, был открыт мировой драматургии, да, вот эта открытость остается, национальный характер остается, ну, остается все, что есть в любом светском театре. пройдя через русскую театральную школу, через русскую театральную школу, обретая европейскую, европейский театр, Саха-театр, как, как мама, как Е, она, как Анна Лахчен, вот он рождает из себя многие учреждения культуры, и хор, и опера, и балет, и филармония, на самом деле, даже цирк, если так сказать, из недр, но мне думает, что он, Саха-театр выпистывал, сейчас вот этот театр Ланхоу, свой театр, театр, театр народа Саха, якутский драматический театр, в классическом понимании, понимании, европейском понимании театра, он остается и будет так же действовать, так же, как и действовать на умы, сердца людей, евразийский театр. Театр Ланхоу, он отсылает куда там ветхозаветные времена, так? Не совсем, вот, как раз здесь ключ в том, что он отсылает к ветхозаветным временам, возможно, но не к ним самим, а к мифам, рожденным там, к мифологии, а мифологии есть что? Это всегда современное явление, это выражение вечных истин в символах, рожденных в твоем народе. Вот так народ Саха выражает вечные истины, которые сегодня меня волнуют. И это я вижу и слышу в формах, которые выработали предки на этой земле. Театр Ланхоу, возрождая мифы и основываясь на эпосе, эпосе, создавая зрелищи, спектакли и так далее, это все-таки движение в будущее, так? Конечно, движение в будущее, потому что, если человек, зачем вы или мы или вообще люди изучают философию современную, зачем читать, читаете Хайдегера, чтобы, наверное, понять этот мир, но если пытаться читать немецкого философа и не удосужиться понять философию своего народа, которая в глубинах своих, она всегда богаче любой современной философии, ведь я совершенно уверена, что эти вещи, которые в бытии и времени высказаны, вот феноменология, мы говорим, экзистенциализм, мы говорим, а откуда эти идеи-то возникли? Эти идеи возникли из осмысления всего накопленного человечеством, пласта вот этих умозрений, уморазмышлений, этих натурфилософий, которые в народах были. Мифы, легенды, эпос, ламхо, это, ну, назовем так, архаика тогда, времена как бы былые, так? А как же потом, кстати, вот те театры, по которым вы называете театр Кабуки, те шастра, индийские, эпосы, так далее, китайские, все они, все-таки они законсервированы, они остались в тех временах по своей форме, а театр ламхо, он может быть современным? Я думаю, что, смотря, что вкладываю в понятие современный, вот сейчас он современный, потому что он востребован временем. чем больше развиваются новые цифровые технологии, искусственный интеллект и так далее, чем больше будет востребован живой театр, живой актер. Я тоже так думаю. Потому что вот то, что вы говорите, и то, что даже вот в этих очерках эстетики театра ламхо было как неотъемлемая часть современного театра ламхо, включение новых технических средств и так далее, с одной стороны, это кажется, да, кажется, интересно, но это все больше и больше, если включить, например, голографию, когда все это можно делать не посредством живого актера, а в цифровом изображении, то мы приходим к новому виду искусства, техническому виду искусства. И этот вид искусства может быть не менее востребован, не менее важен, интересен, так же, как кино, телевидение, правильно? То есть, я думаю, вот о Чехове, например, Астров, мы же не можем Астрова на сцену выпускать в каком-то голографическом плане, ну это было бы, ну хотя можно все что угодно в театре, но все-таки Алан Хо как раз предполагает, зовет и призывает и притягивает новые технологии, парадокс-то заключается в этом. Я вот увлечена театром человека, когда человек играет это, потому что театр это изобретение культуры человека, изобретение культуры кино, телевидения, вот мы сейчас, голография там и всякие виртуальные вещи, интернет, это тоже изобретение человека, но они одно не отменяет другого. Помните, говорили, телевидение появилось, кино умрет, когда кино появилось, говорили, театр умрет, там вот интернет появился, телевидение умрет, никто не умрет. Валентина Александровская, каким образом вы пришли к думам о театре, скажем так? Я пришла случайно на телевидение, я случайно попала в лид-драм. Меня могли не отправить, не направить на тему театра, я пришла в русский драматический театр, как вот по любимому нашему общему выражению, как Андрей Саевич говорит, я шел пустой, как барабан, и сделал открытие. И вот я такой человек, пустой, как барабан, пришла в русский драматический театр к официнскому, и он спросил меня и понял, что я вообще ничего. Я призналась, я говорю, я ничего не знаю, меня просто отправили по заданию редакции. Когда я стала ходить на эти репетиции, у меня стало просыпаться вот это зрение театральное, и инстинкт какой-то, мне вот жадность появилась к этим театральным впечатлениям. И когда уже я уезжала в отпуск, я там везде ходила, и когда Каемов Коля сказал, давай в ВТО, иди, езжай на семинар, я с удовольствием. И вообще мне казалось, что я очень человек грамотный. Потом Нестер Георгий Ильянович приехал, значит, перца нам задал. Когда первую мою открыл эту рецензию, он сказал, это наукообразная пошлость Валентина Александровна. Поздравить Нестера Георгия Ильяновича, моего учителя, кстати. А потом явился Андрей Ильич Борисов со своим театром, со своим Сотниковым. И здесь уже вот этот театральный ураган снес все. Я поняла, что даже телевидение для меня померкло. Вы пришли к 75-летию Победы. Я знаю, что вы пришли в театр и начали огромную такую научную осмысление или воспоминание о будущем театра Ланхом. Не случайно, это я знаю. И это связано еще и с историей нашей дружбы Сотников. Я, вы. Поэтому я считаю, что вы человек как раз соответствующий такому понятию, как Эль-ИТ. Эль-это, значит, вы знаете, народ, государство, страна. А воспитание, ИТ, там, Эль-ИТ, обод. В этом плане вы делаете огромную работу для театра Ланхом. И сделали огромную работу. Я знаю, что вы сейчас работаете над книгой о Сотниках Геннадия Петровича. То есть не о нем, а о его творчестве такое. Пожелаю очень, чтобы эта книга появилась. Но главное, думаю, что надо сегодня вспомнить Александра Николаевича Шевцовского. И Веру Яковлевну Часовскую. Ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо огромное. Удивительные люди. Они дожили до 90 лет. Они удивительные, стойкие люди. И вы есть продолжение. Спасибо большое. Очень благодарю. И вручаем от имени нашей передачи, ну и от своей имени, так, но книгу, которая называется «Путь культуры Сахам». Вы вот человек, не Сахам, по воспитанию человека. Прямо Сахам. Вот прямо по паспорту даже Сахам. Сахам написан, да? Да. Вот так здорово. Вы, значит, по воспитанию человека русской культуры, да и мировой культуры. И ваш лепта в культуру народа Саха, в культуру республик огромная. Я вот хочу подарить свою книгу, в которой вы приняли тоже участие. Да, как составитель. Огромное спасибо. В свою очередь я должна вам подарить тоже свою книгу. Кстати, что написано-то на... То есть это нарисовано что? Вот здесь, это же эскиз Геннадия Петровича Сотникова к спектаклю «Сон шамана». И мне показалось, вот интересно, театр Алан-Хо одно время же отмежевывали от театра шамана. А элемент шаманского искусства же там без него невозможно. Пластика, танец, мистерия шаманская. Вот мне кажется, что эпос – это Алан-Хо, аполлоническое начало, да? А это дионисийское, экстатическое начало шаманское. Аполлоническое от Аполлона и дионисийское. Спасибо. Получается, что это костюм шамана, да? Здесь бубен, а голова-то у него земля, планета. Да. И как бы планета летит в небе, и волосы развиваются. И вот там, если вы супер снимете, то там замечательный дизайнер-редактор Горбунова Наталья Александровна сделала вот эту обложку, оставила планету в небе. Да, планете в небе. Здорово. В общем, эта фундаментальная книга, она является для театра «Ланхо» основой размышлений, работы над театром. Еще вторая книга, которую написала Агафья Ремеевна Захарова, которая тоже так. О жести. Мы отдельно на эту тему с ней говорили. Спасибо, Валентина Александровна. Ну, мы каждый раз ждем в театре «Ланхо» вас, поскольку молодежь, как вы знаете, всегда встречает ваши определения и рассказы с аплодисментами и криком «Но». «Но», Андрей Александрович. Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо. Спасибо.